Любой аспект нашей жизни, который не построен на учении Христа, должен быть передан Ему, потому что все, что не будет построено на основании Божьим, будет потрясено. Иисус дает нам силу для преодоления проблем. Иисус дает нам силу для преодоления проблем. Бог открывается на протяжении всей истории Церкви. Я бы хотел прочитать отрывок из Писания, с которым вы уже знакомы. Мы говорили о нем раньше. Но мне кажется, что и сегодня этот отрывок важен для нас. Это Евреям, 12 глава. Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если все не послушав глаголов, что вы на земле, он говорит о народе Божьем, а не о язычниках или неверующих людях, тем более не избежим и мы, если отвратимся от глаголющего с небес, которого голос тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. «Еще раз поколеблю не только землю, но и небо». Слова «Еще раз» означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое. Итак, мы, приемлядь царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить куда угодно Богу, с благоугодением и страхом, потому что Бог наш и есть огонь полядающий. Это предсказание, что Бог еще раз поколеблит землю. Так что даже то, что нельзя потрясти, будет потрясено. Написано, все, что создано, будет потрясено. Единственное, что не будет потрясено, это царство Божие. Афта послания евреям ссылается на книгу Аге, вторую главу, начиная с шестого стиха. «Ибо, как говорит Господь Савалов, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и сушу, и потрясу все народы». «Потрясу все народы». Эту фразу автор не повторил в послании еврея. Честно говоря, это мне кажется практически невозможным. В наше время мы не понимаем, зачем нужно потрясать землю и все народы. Это очень знакомый отрывок для нас. Мы читали его много раз за последние месяцы. Мое личное мнение, что сейчас нам это становится больше понятным, чем год назад. Подумайте о потрясениях в ваших жизнях с января 2020 года. Тогда все было по-другому. Изменились обстоятельства, в которых мы живем. Изменилось наше восприятие. Наши жизни очень изменились с января прошлого года. Смысл этих потрясений заключается в том, что Бог будет судить мир. То, что Бог потрясет землю, это откровение Божьего суда. Он может это сделать, способен на это и желает этого. Своей суверенностью. Он показывает власть над каждым созданием. У меня есть вопрос. Каждый из вас лично верит в суд Божьего. Десят лет своей жизни я провел в церкви. Я очень рад этому. Я считаю, что мы придаем мало значения суду Божьему. И мне кажется, что многие не любят об этом говорить и просто избегают эту тему. С теологической точки зрения мы избежим этого. Бог спасет нас от этого. Во многих церквях Бога представляют как судью, и это уменьшает евангелизацию. Евангелие от Иоанна, 16 глава 8-ти. И он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Три неизменных составляющих, которые определяют религию. Дрех, правда и суд. Когда отестолы представляют Евангелие в Новом Завице, в Библии, когда они представляют историю Христа для язычников, они представляют его как спасителя и судью. Я приведу вам несколько примеров. Это Деяние, 10 глава. Петр находится у Корнилия дома. Впервые апостол проповедовал язычникам. Он оказался там благодаря сверхъестественной силе Бога. Видения, чудеса и многое другое он показал в доме Корнилия. И вот в 40 стихе он говорит, «И он повелел нам проповедоваться людям и свидетельствовать, что он есть определенный от Бога судья всех живых и мертвых. О нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в него получит прощение грехов именем его». Прежде чем Петр в доме Корнилия сказал, что Иисус – спаситель мира, он сказал им, что он судья живых и мертвых. Это важная его часть. Мы всегда должны помнить это и говорить об этом. Деяние, 17 глава. Тут Павел находится в Афинах. Еще один языческий город. Стих 30-й говорит, «И так, оставляя времена неведения, Бог на ней прорывает людям всем повсюду. Покаяться, ибо он назначил день, который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа. Он будет судить с миром». Многие из нас сегодня требуют справедливости, но мало кто требует справедливости. от самого Бога не существует личного подхода к справедливости, также не существует справедливости без Бога. Павел говорит нам, что без всяких исключений Бог повелевает всем людям повсюду, пока Иисус – это предопределенный муж Бога, для суда над всеми людьми. Его суд праведный и открытый. Он судья. Так же, как Он и Спаситель. Он ничего не упустит, как Спаситель. Так же, я вас уверяю, Он ничего не упустит, как Судья. Нет ничего, что нельзя было бы потрясти. Ничего. Потрясения не будут происходить одновременно. Исходя из Библии, можно говорить, что будут небольшие потрясения, а потом будут побольше. Так кому же еще и мощные потрясения? Мы совершенно точно знаем, все, что может быть потрясено, будет потрясено. Основываясь на моем жизненном опыте, я могу сказать, что здания колеблются, даже когда нам кажется, что они стоят спокойно. Откровение последних месяцев в том, что мы спали очень долго, но сильный муж разбудит нас. Мы проснулись от недавних событий и сами не понимаем, как оказались в таком положении, где смирились с греховностью, где правда не важна. И, кажется, нет справедливости. Как это произошло? Это ведь произошло не внезапно, просто нас пари. Есть притча, которая хорошо всем известна о двух домах. Она повторяется во многих евангелиях. И в одном из них, в Евангелии от Луки, в 6 главе, нам передаются слова Иисуса. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. А слушающий и не исполняющий подобный человеку, построившему дом на земле без основания, который, когда наперла на него вода, то есть обручился. Это знакомая притча. Многие из вас смогут ее продолжить. Посмотрите, нет никаких отличий между испытанием этих домов. Каждому предстоял один и тот же шторм. И вот о чем речь. Если вы исполняете слова Бога, то вы сможете противостать любому шторму на вашем жизненном пути. Я подтверждаю, что это действительно так. Преследование последователей Христа растет в геометрической прогрессии после крещения духом. Последование затащали, избивали, им угрожали. Аминь, на это, пастор. Есть только одно отличие между этими двумя домами. То, что построен на камне, это тот, кто слушает слова Христа и исполняет их. Это единственное основание, выбрав которое. мы спасаемся от потрясений. Это очень важно. Это простой факт и его нетрудно понять. Мне кажется, мы не уделяем этому внимания. Мы просто читаем эту историю и думаем, что она хорошая, и надо бы ее детям прочитать и спеть песни с ними. Но это единственное, что вы можете сделать для стабильной жизни. Это знать слова Христа. И, кстати, потом исполняем. Все остальное в нашей жизни это повод для потрясений. Библия также дает нам примеры того, что может быть потрясено. Я думаю, что вы знаете это, но я очень быстро перечислю их. Библия говорит, что каждая жизнь может быть потрясена. Я очень долго в церкви и могу привести сотни и сотни примеров, как мне эти человеческие жизни. Болезни, смерти, но да, разрушенные отношения и еще много чего. Мне условно сказать, сколько людей говорили, что нечто сдаются, но у них больше нет сил продолжать свой путь. Многие из этих людей ходили в церковь, они считали Библию. Но не каждый аспект своей жизни они строили на основании Христа. Этому нужно уделять внимание, потому что каждый аспект нашей жизни, который построен не на основании Христа, это повод к потрясениям. Иисус дает нам силы противостоять проблемам. Я лично считаю, что проблемы, с которыми мы столкнулись сегодня, из-за того, что мы не уделяем семьям достаточно времени. И я имею в виду не только разводы, это слишком упрощенный вариант. По всему миру миллионы детей без родителей. Причины всегда разные, но это остается глобальной проблемой всего этого мира. Происходит разделение сердец. Если нет семьи, общество просто не может существовать. Иисус сказал также в притче «Никакой дом, разделившийся сам в себе, не может устоять». Его основы потрясены, и нам нужно это исправить уже сегодня. Надеюсь, вы слушаете и соглашаетесь с этим. Можете сказать «Аминь»? Итак, в каком положении мы сегодня находимся? Мы находимся в моральности и думаем, что это лучший путь. Мы отказываемся от своей ответственности в качестве мужей и отцов. Мы также видим половое замешательство. Мы отказываемся от пола, в котором родились. Мы забыли Бога. Это второе, что прошатнуло эти институты. Все, что не основывается на основании Божьем, все это будет потрясено. Это также касается любых государственных институтов. За последние несколько месяцев мы потеряли веру и доверие ко многим институтам. Нам нужно быть оплотом против несправедливости и лжи. То, что мы видим сейчас, это только начало потрясений. У них есть такие институты, как банки, финансовые учреждения, Уолл-стрит, федеральная резервная система. Исторически так словилось, что у США есть неограниченные финансовые ресурсы в сравнении с остальным миром. Поэтому мы считали, с какими бы трудностями мы ни столкнулись, у нас есть ресурсы для их преодоления. Любые вот трудности, но потрясения все равно коснулись нас. Бог наше решение. Только Он обеспечит нам спасение, а не сила нашей экономики. Религиозные учреждения. Церкви сегодня закрыты. И так по всему миру. А вот уже несколько месяцев. Они закрыты не только в нашей стране, но и по всему миру. Я говорил с друзьями из других стран, они подтвердили, что локдаун у них длится с марта. Нет гарантии стабильности того, что мы строим не на основании Христов. Много христианских учреждений столкнулись с потрясениями. Банки, правительства, религиозные институты, все подвергнутся потрясениям. Сооружения, здания будут потрясены. Библия ясно говорит, это в Исаии второй главе. Ибо грядет день Господа с Саваофа на все гордое и высокомерное, и на все превознесенное, и оно будет унижено, и на кедры ливанские, высокие и превозносящиеся, и на все дубы и на все высокие норы, и на все выдвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню, и на всякую крепкую стену, и на все корабли парсийские, и на все воздеваемые украшения и падет величие человеческое, и высоткое людское умидится, и один Господь будет высок в тот день, и еды совсем исчезнут. И войдут люди в оселенный и в пропасти земли от страха Господа, и от славы величия его, когда он восстанется и крушит землю. Это еще не все. Вырежая книги в 30-й главе, 25-м стихе, говорится, в день великого поражения, когда упадут башни. Как вы думаете, каково это, когда башни падают? Я думаю, так и будет в прямом смысле. Большие здания, самые великие сооружения, говорящие о нашей силе, власти и уме. Бог просто, но мне даже трудно говорить об этом, трудно представить эту сцену, как это произойдет. Более того, Бог говорит, что весь мир будет сотрясаться. Весь мир, откровение, 6-я глава, 12-й стих. И когда Он снял 6-ю печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачное, как волосиница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные палены на землю, как смоковница, потрясаемые сильным ветром, роняют незрелые смоклы свои, и небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Я не могу даже вообразить это, и он написывает то, что видел, что-то настолько мощное, что острова и горы сдвинутся, все тела будут потрясаемы. Матфеев 24 глава. И вдруг, после скорбь всех дней, солнце помернет, и луна не даст света своего. И звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Еще раз повторю, я не могу этого даже представить. Даже небо поколеблется. Все, что можно подвести, все, созданное Богом. Но зачем Бог таким образом создаст и покажет царство, которое нельзя будет потрясти? Зачем? Подумайте. Единственный способ показать это царство, это показать, что сейчас все не вечно. У меня есть несколько вопросов, где мое царство, что мое царство и как мне представить свою верность. Это очень важные вопросы. вам нужно отвечать на них прямо сейчас, для этого потребуется время. Нужно поразмышлять, я думаю, мы сможем извлечь уроки и прийти к какому-то выводу. Тому времени, как вернется царь царей. Он вернется и будет судить все на земле. Ну а мы вернемся к откровению, 6 главе, и посмотрим 14 стих. Небо скрылось, свившись как свиток. И всякая гора и остров двинулись с мест своих. Еще раз скажу, это трудно представить. И цариземные, и верможные, и богатые, и тысячерачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещерах и в усилиях гор. И говорят горам и камням, подите на нас и сокройте нас от лица, сидящего на престоле и от гнева Агнса, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять? Брехные люди не смогут спрятаться от Божьего суда. Обратите внимание на эти слова, сокройте нас от гнева Агнса, скройте нас. Я вырос на ферме, но никогда не видел злого ягнонка. Это не их натура. Я видел многих злых коней, коров, козлов, но в один день мы увидим это на земле. Вина людей разозлит Агнса. Откровение говорит нам, что в тот день люди будут просить камня упасть на них, чем встретиться с Агнсом. Друзья, быть Божьими это больше, чем уже ставшие привычкой вещи. Например, наши быстрые молитвы, мы должны жить так, чтобы Иисус был для нас абсолютно всем. Аминь. Я не хочу сейчас никого напугать, я хочу лишь убедиться, что мы понимаем всю ответственность, какой вывод мы должны сделать. Во-первых, мы должны жить по Библии, действовать так, как заповедовал сидящий на троне. Мы должны быть Его свидетелями в своих городах, в общинах, в других народах, да и по всему миру. Это наша первая задача. Послонник евреям. Посмотрите 13 главу, 14 стих, ибо не имеем здесь постоянного города. но ищем будущего. У нас есть надежда вне времени. Никогда не забывайте этого. Если вы видите, что нечто сотрясается, просыпайтесь, это будто бы прервали в хор, в хор, в хор, в хор, будто бы образовательный план был прерван, словно свадьбу отменили. Это вызывает огромную тревогу. Нам открылось какими слепыми мы были в последнее время. Нам дал силу Бог создать небо в земле, для того, чтобы мы свидетельствовали нашему поколению. не можем позволить себе не делать этого. Не можем позволить, план Бога обязательно будет выполнен. Бог с большой милостью и долгой терпением будет нас и открывает наши глаза. Он открывает наши уши, чтобы мы увидели аморальность и греховность, с которыми мы мирились, с которыми жили и которые принимали. Мы должны быть смиренными, мы должны покаяться. у нас должна быть молитва покаяния. Мы должны показать подросткам, что нужно отказываться от плохих привычек и прибегать к праведности. Наши жизни должны измениться. Они должны быть посвящены целям Божьим. Мы должны поставить Его на первое место. Мы должны принимать Иисуса как Господина нашего дома. Иисус, Господин всего в наших жизнях. И это удивительное время. У нас есть предназначение. Дух Божий дал нам свою силу и праведность. Крови Иисуса Христа мы спасены прежде всего от тьмы и приняты в Царство Света Вечного Бога. Мы должны благовествовать нашему поколению уже сегодня. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Аленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской логии. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. Спасибо, что вы с нами и что являетесь честью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Аленом Джексоном. Одним из достоинств Библии является то, что не нужно быть экспертом, чтобы понимать ее. Просто краткий пересказ истории, и вы сразу все поймете. Некоторым из нас скажется, что они знают все библейские истории. А некоторым нужно все повторить. Мы вспомним историю Библии за 60 секунд. Вы можете сказать 60 секунд, это невозможно. Что ж, возможно, вы правы, но давайте попробуем. Итак, поехали. История начинается с создания Вселенной. Бог создал Вселенную и первых мужчину и женщину. Вначале жизнь была прекрасной, но спустя какое-то время они со своими детьми и внуками решили, что не хотят больше жить так, как Бог заповедал им, и в каждом из них появился грех. Бог решил уничтожить грешный мир, кроме человека по имени Ной и его семьи. У него было трое сыновей. Население снова начало расти. Вскоре Бог создал группу людей, называемых Израиль. Израиль попал в рабство в Египет, но Бог спас их и привел в землю, которую обещал им. Позже Бог избрал царя для Израиля. Его звали Давид. Давид помогал людям жить так, как заповедал Бог. Израиль был един и жил в мире. Сын Давида Соломон стал следующим царем, который забыл Бога и стал служить другим богам. Это привело к большим проблемам не только для Соломона, но и для всего Израиля. В Библию входит всего 66 книг. Библия описывает огромный период времени. Разные авторы, народы, слова, которые трудно произносить, места, в которых мы не бывали, но мы должны ее понимать. Многие из нас готовы сдаться. Я придумал инструмент, который поможет вам. 12 пунктов, которые помогут вам изучить Библию в хронологическом порядке, так что вы будете понимать, в каких отношениях были Авраам и Исаия. Я придумал, как иллюстрировать эти рассказы, это рисунки на белой доске. Это не просто облегчает восприятие, но и делает его забавным. Вы можете смотреть это сами или в группе, или с детьми и внуками, или собрать за столом соседей. Вы и Библия. Откройте свое сердце Библии, используйте Whiteboard Bible, да благословит вас Бог. Whiteboard Bible упростит понимание Библии для всех. Те, кто пожертвует 100 долларов и больше, получат весь набор. Три DVD-диска и три книги. Для всех, кто будет сегодня жертвовать, мы приготовили DVD-диск от пастора Алана, где он подчеркивает важность знания Библии. Позвоните по номеру, который вы видите на экране, или пройдите на сайт, который указан также на вашем экране. Заказывайте Библию для Белой доски уже сегодня. Привет, церковь. Мы вернулись к Кейлэб и я поговорили с людьми о том, как Бог повлиял на их жизни. Все остальное отступило на второй план. Ничего не имеет значения, только Он. Он чудесным образом влиял на мою жизнь. Слушая проповеди, я поняла, что Бог существует и действует в моей жизни. Я молюсь о том, чтобы Бог послал нам своего Святого Духа. Вы можете соблюдать социальную дистанцию, надевать маски, можете делать все, что хотите, но приходите в церковь, слушайте Слово Господне, это важно. Я хочу напомнить всем, что мы продолжаем двигаться вперед. Наша церковь вновь открыта, от детских кружков до служений. Делайте то, что лучше для вашего здоровья, но не упустите возможность общаться с Божьими людьми. Субтитры сделал DimaTorzok